Дорогие друзья, огромнейшие всем приветики! Меня зовут Марьяна, и вы на моем YouTube-канале про моду, стиль, шоппинг и шмоточки. Мы сейчас с вами приехали в Метрополис. Вчера здесь открылся Other Stories. Я подумала, что было бы классно сделать наш сегодняшний влог про скандинавских дизайнеров. Потом мы едем в Афимол и пойдем в Кос. Не была я ни там, ни там, потому что Кос меня как-то очень жестоко отшил, что снимать в них нельзя. Но я решила, что больше я никого не спрашиваю. Прежде чем мы перейдем к шоппингу, давненько у нас не было новинок в нашей классической, классной рубрике «Кинишка». Сегодня я хочу вас познакомить с сериалом «Беспринципный», который снят по мотивам рассказов Александра Цыпкина и от режиссера «Духлес». А в ролях прямо звездный каст, среди которых Павел Деревянко, Максим Виторган и Юрий Колокольников. Получились такие симпатичные сатиристические новеллы про богатых москвичей из «Патриарших прудов». О смешных подробностях личной жизни и неловких ситуациях. Сериал доступен эксклюзивно только в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск Эджди». Напоминаю, что вы можете смотреть море контента в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск Эджди» по подписке «Яндекс Плюс». Помимо кино и сериалов, подписка даст вам доступ к «Яндекс.Музыке». Скидки и кэшбэк в других сервисах «Яндекса». Плюс по моему личному промокоду получите первые 45 дней бесплатно. Все ссылки и промокод можно найти в инфобоксе в описании под видео. А теперь мы с вами идем на шоппинг. По входной группе и по интерьерам, насколько я могу видеть, соблюли все европейские стандарты. Бренд такой средней ценовой категории. Чуть повыше, естественно, чем «Яндекс». Это один групп. Мне почему-то кажется, чуть дешевле, чем «Кос». Но посмотрим, какие цены здесь сейчас. Не помню свою последнюю покупку из «Азэсторис», но на сейлы я всегда прибегаю. И вот там покупки уже идут. Вот, кстати, неплохие челси-ботинки. Максимально здесь на рейлах много базы. Очень мне нравятся вот такие накидки. Например, если накинуть на пальто. Вот здесь как раз представлено. Причем приталенное, не оверсайз. Девчонки, кто искал, пожалуйста. И поверх мы накидываем какой-то комплементарный к вашей внешности шарф. И получается эффектный образ многослойный. Особенно если пальто такое по фигурке. То вот этот лишний объем сделает так, что вам будет теплее. Хотя бы где-то в голове, в ваших представлениях. Кардиганы с пуговками сердечки. А вот это неплохие брюки, плотные брюки. Сейчас посмотрим. Чуть-чуть совсем мнутся, не сильно. На высокой посадке. Нет, длинные. Примерно если бы я надела их как раз такими ботинками на крупной массивной подошве. О! Симпатичная рубашка с перфорацией, девчачья. 29,990. Что сюда пододеть, девочки? Возможно, контрастный топ, если вам нужно объединить этот беж с каким-то другим цветом. Либо что-то телесное и что не будет бросаться в глаза. Тот же кардиган, что там висел с пуговиками и сердечками, здесь уже с пчелками. Трикотажное платье. 8,990. Состав. Вискоза. 83%. А 17 еще чего? Останется загадкой. Везде только вискоза 83%. Ну, ладно. На совести бренда. Симпатичное платье. Я думаю, что очень сильно мнется, но у него очень красивый воротничок. Если бы сюда зашел кто-то из девчонок, которые типируют, вот я думаю, они бы четко протипировали для кого одежда, которая тут представлена. Надо сказать, есть довольно большие размеры. Я думаю, что это на 50-й будет хорошо. Я в своем гардеробе всегда соблюдаю такой момент, что с ворсистыми вещами я никогда не повешу что-то темное, потому что вот как только это встречается... Мне вот хочется сейчас почистить эти брюки прямо здесь. Бруки неплохие. Та же самая модель, как черные брюки, которые мы только что посмотрели, только в розовом цвете. Вот тут помодней какая-то коллекция есть. Это же какой-то корсет. Какое-то вот трикотажное платье с интересным вырезом. И такие же, ну, очень похожие есть топы. Сумка огромная. Стоит 9,990. Букле, я думаю, что это даже какая-то куртка, не просто жакет, очень плотный на подкладке. Топы с ворсом, такая а-ля травка. В красивом лавандовом цвете. Цвет мне нравится. Сейчас мы будем действовать как обычно. Я перед тем, как прийти сюда, честно говоря, даже немного волновалась, потому что я первый раз в этом магазине в Москве. Я не знаю, какой здесь ассортимент. И мне очень сложно сразу как-то вычленить то, что я хочу. Поэтому мы сейчас погуляем и будем собирать по нашему обычному методу. Я набираю самые классные вещи, а потом к ним дополнительные. И так у нас получатся комплекты. Еще нашли вот такую классную манишку, которую здорово будет использовать. Если, например, на вас футболка, сверху жакет, и вы не хотите в рукавах давать дополнительный объем, надевая туда свитер крупной вязки, вы просто накидываете поверх такую манишку. И вот такие штуки, я не знаю, это для головы или нет, но мне очень нравится, когда вот такой шарф просто вот сюда, как доп. аксессуар носится. Ну, также, естественно, он вам поможет при холодах. Повязка для волос. Симпатичный невысокий челси с прорезиненным мысом на уверенной толстой подошве. Стоит 11 990. Ну что, я предлагаю уже начать собирать, и встретимся в примерочной. Итак, на мне джинсы, которые сели очень-очень хорошо. Идеально по ростовке, идеально в талии, в бедрах, нигде ничего не жмет. Они прям очень приятные и комфортные. Внутри у меня кардиган на пуговицах, который можно носить и без жакета поверх, носить его самого, как второй слой. Но мне нравится, когда эти пуговки аккуратно застегнуты, потому что как только расстегивается петля на кардигане, обращайте на это внимание, они могут быть очень вяленькими, и таким, знаете, как будто их сильно растянули. А если петли твердые, крепкие, хорошие, тогда такой кардиган можно носить на распашку. Ну и большой воротничок, который напоминает такую кружевную салфетку, которую, знаете, на телевизор клали. Огромного размера жакет, хотя на мне сороковой. Конечно же, мы сюда можем взять резинки, поднять чуть рукав, для того, чтобы сам жакет выглядел чуть больше по размеру. Не, я имела в виду не больше размером, а чуть больше вам по размеру. Ну а вот и мои. А теперь, что мы можем сделать для того, чтобы этот комплект был не повседневным, а, например, вы собрались куда-то в нем вечером. Немного веяния двухтысячных сейчас на мне. Это атласный корсет, плюс свободные прямые джинсы, брутальные ботинки и огромный жакет. Если вдруг вам захочется замаскировать, что у вас там внутри корсет, в котором вы, возможно, собрались на свиданку. Ну что, как вам маскировочка? Как будто можно еще заправить. Мне даже на целый свитер хватает. Мне еще нравится тема, когда вот такую манишку надевают на объемные синие или голубые рубашки. Сюда даже можно вставить галстук и сверху надеть уже жакет. И кажется, как будто у вас такая многослойность, как вы вообще все это поместили в жакет. На самом деле там вот такой секретик. Довольно странно сели эти брюки на меня. Они такие кроп-клёш. То есть они такие укороченные, чуть расклешающиеся к низу. С семидесятыми повеял. Да и вообще в этом прикиньте, как будто я где-то должна выступать. Цветовое сочетание классное. Такой пастельный желтый, плюс лаванда, плюс бежевый. Ботинки хочется заменить. И, как всегда, мне хочется чуть прибрать талию. Сменим топ на жакет в таком же цвете. И, возможно, если бы здесь не эта рубашка, а, например, топ, и просто поверх этот жакет, может быть, клоунские мотивы уже бы куда-то отошли подальше. Рубашка очень приятная, легкая, тонкая. И ворот. Кажется, что здесь иллюзия такого большого, плосколежащего, отложного воротника. Но на самом деле здесь пуговиточки почти до верха. Не знаю, каким-то воротиком стойкой можно его поднять, наверное. Какую-то фэшн-съемку сделать. А, возможно, вместо этого лавандового топа сюда бы лучше сел корсет. Почему я к такой театральщине всегда вниз выбираю джинсы? Потому что они как бы приземляют немного, спесь сбивают, и получается уже более динамичный, повседневный городской комплект. А может, кому-то понравилось? Если кому-нибудь этот комплект показался классным, я не говорю, что он не классный, но просто если вам он понравился, напишите, пожалуйста. Потому что, возможно, он имеет место на существование, но не в моем гардеробе точно. Очень симпатичный лавандовый цвет в жакете. Он довольно жесткий сам в жакете. То есть по плечам он мне хорошо. А вот чтобы в талии его застегнуть туго и добавить немного X-образного силуэта, приходится постараться. Поэтому, скорее всего, я бы здесь, наверное, заменила текстильный пояс, который у этого жакета есть, на какой-то кожаный. Внутри тот самый топ с ворсом такого же цвета, как и жакет. Его, конечно, практически не видно, но если не хотите до конца застегивать, то в каких-то ракурсах он будет так деликатно выглядывать. Плюс кожаная беретка коньячного цвета держит форму, хорошо сидит. В целом тут уже получше. Пока неоднозначное впечатление от Азо Сторис. С одной стороны, я рада, что у нас появились вот такие сумасшедшие вещи в хорошем качестве. Обычно такое можно было прикупить где-то на Алиэкспресс. Стоимость вещей довольно высокая, и вещи не базовые, а очень-очень ситуативные. И вот надо прикинуть, насколько они будут часто носиться и правильно ли это вложение в гардероб. Получился очень симпатичный по цветам комплект. Внутрь я вставила футболку, классическую тишотку. Чуть светлее по оттенку, чем брюки, но тем не менее, не голое тело. Свитер, у которого как деталька, фишечка, это жемчужина на замочке. И вот, кстати, она абсолютно не делает эту вещь не базовой. Вот эту деталь можно всегда, в любой момент, когда вы поняли, что уже жемчужинка вам здесь не нравится, и вы не хотите быть настолько женственной, как эта жемчужинка, тогда мы ее просто снимаем. Брюки по фасону мне нравятся. Мне нравится защита, мне нравится, что они свободны. Я бы, наверное, на полподворота бы для себя их укоротила. Но все-таки, наверное, я глаз свой положу на черные брюки такого же силуэта, а не на розовые. Мне кажется, я нашла свою покупку. Это вот такая прикольная папка для документов, для кредитных карт. Паспорт можно положить. То есть кинула ее в машину, бардачок, и у тебя все вот в таком красивом кроке. Сумка почти как у J.W. Эндерсон. Вообще цепь сейчас везде, мне кажется, одинаковая. Вот прям мои прадики. Челси-ботинки, как будто бы резиновые, но на самом деле это кожа. Челси высокие, но на подошве не очень протекторные. То есть те, кто выбирает высокие Челси-ботинки, но все-таки отдают предпочтение чему-то вечному, а значит классике, тогда можно обратить свое внимание на такую модель. Очень неплохие лоферы. Есть в бежевом, есть в черном цвете, но бежевый мне на данный момент больше нравится в Утерку. Я знаю, кому в Азе-Сторис прямая дорога девчонкам, школьницам. Здесь так много мини-юбок, каких-то симпатичных трикотажных кардиганов и джемперов. Жакеты все такие, на невысокий рост. То есть как будто вот они должны быть так ладненько скроены по девчонкам, которые учатся еще в школе. Украшения очень минималистичные. Наверное, самое крупное, что здесь висит, это заколка для волос. Я же говорю школьницы, знаете, чтобы челка не мешала, в глаза не лезла. Вот такой ободочек элегантный в золотом цвете надеваешь и прекрасно смотрится. Еще надо отдать должное, что цветовая гамма здесь широченная. Вы пришли, например, за зеленым джемпером. Вот здесь можно все пальцы на руках пересчитать, сколько здесь оттенков зеленого. Из верхней одежды не густо. Единственное, на что я обратила свое внимание, это настеганное пальто в зеленом хаке цвете. Сейчас вам его покажу. Стоит оно 12,990 по степени тепла, примерно так же, как то черное в H&M. У него отличный от того пальто из H&M бород, но в целом очень даже похоже. Чуть плотнее, все-таки чуть-чуть плотнее. Многие вещи висят на рейлах, а ты до конца не понимаешь, как они будут смотреться. И потом ты смотришь на манекен и думаешь, о, какой прикольный кардиган, где он? Потом ищешь его в зале и понимаешь, что ты просто прошел и не обратил на него никакого внимания. На манекенах все выглядит намного-намного приятнее, презентабельнее, и хочется снять с манекена и пойти примерить. Здесь есть различные носки гольфа в рубчик, 690 рублей. Кто еще не успел приобрести себе кварцевый роллер, вот, пожалуйста. Это типа положите... Это маска, дорогой, парень. А ее просто положить? Да, она не дренажная. А. Нужно охладить, если вы хорошо погуляли, но взять руки все будет. Очень красивая. Гуаш-шам. Гуаша, да. Гуаша. Здесь сразу видно. Сразу видно, что я не пользуюсь ничем. Нефрит и гагат. Это все российский, бурятский нефрит натуральный. А, вот это что такое? Это вибророллер. Вибророллер? Да, правда, вибрирует. Ой, как приятно. Это даже приятнее, чем просто роллеры. Да, конечно. Он на релаксе, а вибророллер борется с отеками. А есть какая-то схема, как ими пользоваться? То есть массажные линии? Да, по массажным линиям к каждому роллеру идет инструкция. Класс. Большая инструкция, там все подробное. Это, если я когда-нибудь приобрету себе что-то подобное, это будет лежать просто как декор интерьера, потому что я не смогу этим пользоваться. Но выглядит очень здорово. Спасибо. Здесь еще бьюти-корнер, но я никогда ничем ни разу не пользовалась из Азо-сторис. И если у вас есть какие-то отзывы по уходовой косметике, дайте знать, расскажите. Так, здесь еще небольшой отдел с бежухой. И мне пано... О, посмотри, как симпатично. Мои эзотерические опять знаки. Классные штуки для пирсинга. Хочется какого-то минимализма, а колечки уже надоели. Это тоненький гвоздик. Есть в серебре и в золоте. Дорожки из стразов, как в H&M. Я думаю, что в H&M они будут стоить чуть подешевле. Здесь 1990. Бабушкино кольцо, смотри. Извините, я примерю. Мне что-то нравится. Как будто я взяла у мамы. Рубин такой. Гранат, гранат, да? Брось, видите, мне кажется, мне нужен фейковый изумруд. Друзья, ну что, мы в H&M. Мы с вами заходим в пространство КОС и будем смотреть, что же первое нам попадет и самое интересное на глаза. Первое – это лайм. Аксессуары в цвете лаймовом. И плюс вот такая милая сумка, как будто, знаешь, подъюбник XVIII века. Немного напоминает Симон Роша. Манишка несколько напоминает ту самую из Азэсторис. Там золотая фурнитура, здесь молния в серебре. Стоит 5,990. К ней же в комплект может оказаться, например, беретка или шапка. Развеска здесь по гаммам идет цветовым. Огромный пуховик, не знаю даже, одеялко в горчичном цвете. И здесь же снуд, но дутый. Например, если вы носите обычное пальто из шерсти, драпа, чего угодно, не дутое, тогда как раз вот эти дутые аксессуары будут смотреться здорово. Или, как на манекене здесь, панамка, трикотаж плюс пуховик. Нет, если вы умудритесь сочетать пуховое пальто, стеганное, например, и какой-нибудь вот такой капюшон отдельно, почему бы нет. Вот еще интересное замечено пальто без борта, пальто-халат. Очень хорошо такие пальто-халаты смотрятся на девушек как с большой грудью. Даже в таких случаях иногда рекомендуется вот это закладывать, а например, вверх крутить какой-то шар. Красивое цветовое сочетание, опять же, по насыщенности. Такие же пальто, как горчичные, только в синем и в черном цветах. Варежки кожаные, стеганые. Неужели мы скоро начнем варежки носить? А вот здесь жилет. Честно говоря, практически альтернатива той манишке, но это уже жилет. Он длинный, и у него сзади есть пояс. Опять вставляете какую-нибудь блузу с рукавом буфом, и вокруг талии перевязываете. В Косе мне очень нравятся сумки, объемные, мягкие. Вот, например, здесь представлена такая зеленая. И с не очень мягкой кожей. Я так думаю, что, скорее всего, носиться она будет долго. Вот, например, если в Азе Сторис у нас создается от коллекции впечатление, что здесь должна одеваться инфантильная студентка или школьница, то здесь с Тов Кос, прям минимализм, очень свободный, расслабленный. И, скорее всего, это либо какая-нибудь бизнес-леди на отдыхе, либо девушка, которая предпочитает вот как раз этот скандинавский стиль, который уже сейчас не совсем тот, какое представление было раньше с появлением недели моды в Копенгагене. Вся вот эта гамма идет оранжевый, голубой. И вот этот глубокий синий здорово смотрится. Вот там мы видели синее дутое пальто. Вот к нему можно как раз подобрать какую-то, например, оранжевую сумку и голубую шапку. Мне, конечно, просто несравнимо лучше выглядит черная. Это немного напоминает почему-то пляжную, хотя она сделана из кожи. Но вот тут уже есть всякие нюансики. Здесь висят бермуды из костюмной ткани. Я их примерять не возьму, потому что они будут дико странно смотреться с ботинками, которые на мне сегодня. Сюда какие-нибудь сапоги, которые бы заходили под брючину. Это очень приятный трикотаж, такой напоминающий суфле. Здесь также есть вот из этой ткани есть белые и есть брюки. К ним вот, например, удлиненный спитер, либо кардиган. Если бы был костюм полностью с брюками и с верхушкой, вот в таком цвете я бы себе его... Он выглядит плюшевым, как будто я Пэрис Хилтон. Кожа. Здесь есть жакет с поясом, удлиненный на пуговице. 34 990. Кожаная рубашка с воротником, стойкой. Ну, на любителя, но цвет довольно приятный. 3990. Черное пальто, аля мужское. Неплохое, надо смотреть по длине. Ну что, я предлагаю нам уже собирать образы и переходить в примерочную. До встречи. У меня потрясающе красивого кораллового цвета блуза. Очень интересного кроя. Чуть как будто трапеции сделано. Она мне 38 размер. В компанию к ней я выбрала широкий, свободный релакс фит брюки, беже, хобо мешочек. Пальто по крою и по цвету кожи очень напоминает Луэвэ. Но если такое пальто у Луэвэ будет стоить примерно 250 тысяч плюс, то здесь, если я не ошибаюсь, около 50. Пальто я выбрала для себя большого размера, как обычно. И дальше у нас начнутся манипуляции с шарфом. Вернее, с кейпом. Примерим панамку. Кейп, который можно надеть не только на верхнюю одежду, как на мне сейчас, но и на какую-нибудь блузу или футболку. И будет это, конечно, выглядеть, как будто вы пледиком укутались. Но на верхнюю одежду особенно эффектно смотрится. Мне кажется, хоть и панама идеально подходит под этот шарф. Мне кажется, too much будет. Как у морячка, да-да-да. Мне очень нравится. Летом это смотрится здорово, но в нее край чуть не ложится. Поэтому... Но когда она становится такой панамой или шляпкой клаше, чуть более по-дамски выглядит этот комплект. Я много раз заходила сюда в течение сезона прошлого. И как-то ни разу, ни на что мой глаз не приземлялся. А сейчас мы прогулялись по залу. И несмотря на обилие черного цвета, есть интересные покрою, по силуэтам вещи. Еще один вариант с бузкой, которая мне очень понравилась. Я решила сюда добавить юбку тоже сложной драпировки. Обратите внимание, сзади. К ней причем есть топ в той же ткани. То есть получается его костюмный ансамбль, но там вырез... Такая легкая лодочка, как а-ля 60-й. Не совсем моя история. Но тем не менее, если добавить сюда тот топ, то он больше в такую вечернюю историю отдает. И туда какую-нибудь сумку с перьями, шляпку, таблетку, как я люблю. Что делать с ногами? Вообще, по-хорошему, сюда прекрасно бы какие-нибудь сапоги, лодочки бы подошли. Но если у нас грубые ботинки, то я бы сюда добавила какие-то колготки в принт для того, чтобы объединить два цвета. Может быть, какой-то ромб, либо какую-нибудь клетку. То есть, еще бы принт добавила. Джемпер. Примерно такой же сложный, как и эта юбка. Это не двойка. То есть, здесь единое горло. Вы не сможете распарить вот эту накидку кейп сверху с джемпером, который внизу. Сам джемпер довольно длинный. И в синем цвете, такой представлен в зале, к нему есть трикотажные брюки. В красном цвете брюк в оффлайн-магазине не было. Возможно, они есть на сайте. В комплект я взяла большую сумку-баул, примерно похожую на мою Жильсандер. Очень неплохо она сделана. Стоит 15 990. То есть, кто искал большие сумки, в которые все помещается, вот как раз она. Скажу длину у джемпера с брюками. Будет очень даже неплохо смотреться, потому что он прикрывает попу, прикрывает пах, плюс накидка сверху. То есть, если есть мысль о трикотажном костюме не банальном, необычном, то why not? Я бы, наверное, в красном все-таки взяла, чем в синим. Но в темно-синим он смотрится очень спокойно, очень мягко, и тем не менее, довольно интересно. И, кстати, если проблема влезть в пуховик или пальто, вы вот так вот кладете полочку от этого кейпа и помещаетесь в любую одежду, даже с узким рукавом. Еще один трикотажный костюм, лапша. Брюки лапша, если они расклешаются чуть книзу, всегда очень стройнят ноги. Очень приятная ткань, причем я удивилась, что здесь, оказывается, 90% хлопка выглядит к телу, как будто он костюмировый. Есть один нюанс. На мне брюки S, и они очень велики. Я думаю, что они, ну, примерно, наверное, на 44-46 размер минимум. Плюс сюда в комплекте взяла стеганую сумку, очень мягкую, приятную, большую, объемную. Сколько я сейчас сказала о определении этой сумки. В больших сумках очень важно, чтобы внутри были отделения, потому что, если их нет, потеряется там все. Здесь два отделения, один под замком. Вот эту сумку бы я назвала зимней. Сейчас мы сюда добавим еще бомбер, который я взяла из мужского отдела. Возможно, если бы я собирала этот комплект отдельно, то вместо зеленой шапки, чтобы было такое не очень прямое цитирование, появилась бы фуксия или ярко-голубая. У бомбера классные прорези для пальцев. Если бы куда-то на горнолыжку поехать, было бы здорово, но в целом и в городе гулять. Ночью даже можно, и очень заметно. Еще один комплект. Юбка в складку, где издалека даже не до конца понятно, это бахрома, либо это такая крупная складка. Ну и плюс рубашка практически в тон. Не совсем мы можем отразить всю красоту этой рубашки, потому что вся красота там на спине. С этой юбкой эта красота не смотрится. Сюда взяли персикового цвета сумку. Опять же, хорошее сочетание по насыщенности. Сюда можно было бы еще добавить какие-нибудь колготки в рубчик. Ну что, друзья, мы с вами закончили. Я надеюсь, вам понравилось, и вы поставите мне лайк, даже просто потому, что в этих магазинах я еще ни разу не была, с камерой не была. И это моя первая экскурсия сюда, возможно, а для кто-то даже и не слышал о том, что существуют такие магазины. В общем, целую вас, и до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok